Несколько недель назад на моем канале выходило видео про топ гаджетов Месяца, которые проходили через мои руки, в этой подборке был вот этот фотоаппарат Canon M50, беззеркальное решение от компании Canon Да, Canon начала делать беззеркальные фотоаппараты Ну, лучше поздно, чем никогда Кстати, в белом цвете, что весьма необычно Так как чаще всего в глазах своих подписчиков я ассоциируюсь как мобильный фотограф То, естественно, мне задавали вопрос Мол, зачем тебе нужен вообще вот такой агрегат Если у тебя под рукой есть всегда прокачанный смартфон с хорошей камерой Зачем это все? И действительно, этот вопрос имеет как бы логическое обоснование Я всегда топил за то, что лучшая камера это та камера, которая находится у вас под рукой Но при этом не исключал того факта, что все-таки существует сценарий использования техники В которых без камеры не обойтись и смартфон вам не поможет Сегодня я постараюсь вам очень кратко изложить свои мысли Почему в 2018 году все-таки стоит купить себе камеру, а не смартфон Этих причин будет всего 5 Хотя на самом деле видео можно было растянуть и на 25 причин Они бы действительно нашлись Но я опишу 4 общежитейские концепции И пятую, лично свою субъективную Почему я взял себе еще дополнительный агрегат Вот такой вот беззеркальный фотоаппарат И как я его буду использовать Первая причина пришла ко мне в голову совершенно недавно Если быть откровенней, то я ее подслушал у одного человека Находясь в отпуске, я общался с разными людьми Абсолютно из разных слоев населения С разными предпочтениями И задал вопрос одному мужчине Взрослому мужчине Зачем вы берете с собой фотоаппарат, когда у вас в кармане хороший смартфон На что он мне дал очень интересный и развернутый ответ Он сказал мне следующую фразу Говорит, обновлять каждый год не нужно Я сначала не понял, что он имеет в виду под словом Обновлять каждый год не нужно Но тут потом он мне все это дело красиво объяснил Говорит, для того, чтобы постоянно следить за прогрессом И качеством фотоснимков у смартфонов Их желательно обновлять действительно каждый год Потому что флагманы выходят каждый год Каждый год они фотографируют лучше, лучше и лучше И это все стоит очень-очень много денег Когда ты покупаешь фотоаппарат Ты покупаешь его по большому счету один раз И на очень продолжительный промежуток времени Лишь потом меняя объективы То есть получается, что смартфон можно купить себе за 300 долларов За 200 долларов, не обращая вообще на камеру И вообще его никогда не обновлять То есть обновлять его раз в 3-4 года И камеру покупаешь себе один раз Ведь согласитесь, камеры, которые выпускались 3-4 года назад Фотографируют до сих пор превосходные Некоторые даже флагманские смартфоны не могут дотянуть до этого качества А что говорить про новые фотоаппараты Купил сейчас тушку, допустим, с китовым объективом И все, ты закрыл себе вопрос с фото и видео, наверное, лет на 5 Вторая причина, я ее назвал естественность Очень размытое понятие Но сейчас попытаюсь как-то все корректно объяснить Даже современная версия беззеркального фотоаппарата Такого как Canon SM50 Все еще отвечает всем стандартам полноценной камеры Да, эти камеры делаются так, чтобы каждый мог с ними справиться Да, в этой камере заложены принципы мобильности и простоты То, за что мы и любим смартфоны Но когда дело доходит до ручных настроек камеры До вот этой вот физической эстетики фотоаппарата То никакой смартфон никогда в жизни не передаст вам таких же ощущений Согласитесь, одно дело крутить ручные настройки в камере смартфона И по факту просто изменять программные режимы Совершенно другое дело настраивать характеристики камеры Которые физически в ней присутствуют Настройка диафрагмы у камеры это настройка физической величины Настройка этой же диафрагмы у смартфона это банально программная эмуляция Иногда, конечно, даже может показаться, что конечный результат Снимка сделанной на современный флагманский смартфон и на современную камеру практически одинаков Хотя на самом деле это абсолютно не так Даже если вы зайдете в инстаграм и посмотрите фотографии разных фотографов То вы сразу же невооруженным взглядом определите, где фотография была сделана на смартфон Где она была сделана на фотоаппарат Потому что просто количество информации, плотность и резкость снимка очень сильно отличается И даже отличается после обработки Потому что снимок сделан на фотоаппарат позволяет вам обработать снимок с меньшей потерей деталей И у вас получается очень плотная, очень жирная, насыщенная картинка Просто сами внимательно посмотрите за фотографиями разных фотографов И вы поймете, что на смартфон вы не добьетесь все-таки вот такой плотности Но ведь в фото есть еще и эстетическая составляющая Когда ты кайфуешь от самого процесса Это как рыбалка или охота Когда ты руками переключаешь режимы съемки Когда палец удобно ложится под все управляющие элементы Которые приятно холодят руку и в процессе четко отрабатывают едва заметными щелчками при повороте Эстетика это важно И никакой смартфон, повторю раз еще Не передаст вам этих ощущений при всех его положительных аспектах Третья причина это видеосъемка Да, современные смартфоны и современные фотоаппараты Еще можно сравнивать каким-то образом по фотосъемке Но вот по видеочасти этого делать уже невозможно Потому что здесь все действительно упирается в физические показатели Где против физики не попрешь Размер матрицы это размер матрицы И все-таки в съемке видео до сих пор камеру еще никто не догнал Ни один смартфон и ни один производитель Если вы снимаете в дневное время суток Ну еще кое-как Как только свет уже гаснет Как только становятся сумерки Либо же какие-то другие условия съемки в помещении То смартфон здесь сливает по полной А некоторые требования по видеосъемке Просто лично у меня ориентированы на то Чтобы картинка была нормальная в любых ситуациях То есть если со смартфоном мне приходится выбирать День, ночь, какие-то определенные факторы То допустим по работе, по видеоблогам, по съемке С студии, либо же каких-то выставок Я должен быть уверен в том, что камера снимет все очень-очень четко В темном зале, при перепадах света Смартфон мне этого, к сожалению, не дает В итоге, снимая на камеру, мы получаем больше информации Больше резкости, больше деталей Светостила, как я уже говорил, лучше Тут против физики еще никто не преуспел Ну то есть количество мегапикселей красиво выглядит лишь на бумаге На характеристиках смартфона А когда ты начинаешь прям вот вглубь копать И понимать, в чем же разница в таком качестве Ты понимаешь, что если фотосъемки Там еще программные алгоритмы у смартфона Могут как-то что-то подшаманить Что-то сгладить, где-то искусственный интеллект доработает То в видеосъемке смартфоны этого делать еще не умеют И все упирается в физический размер матрицы В размер пикселей И здесь камера, конечно, непобедима Конкретно эта модель умеет записывать видео В 4К до 25 кадров в секунду В Full HD до 60 кадров в секунду Здесь есть возможность Быстрой съемки Такая серийная съемка 7,5 кадров в секунду Четвертая причина заключается в модульности До сих пор это удобно У камеры очень быстро меняется аккумулятор Вы можете купить их там 5, 6, 10 штук зарядить И быстро буквально за 2-3 секунды менять Продолжая съемку Это раз Смартфон вам придется либо же заряжать от Powerbank Либо же просто там от розетки Это не так уж удобно Если говорить про длительную съемку Но также и дело в объективах Вы покупаете тушку Покупаете объектив Через год, два, три, четыре, пять Тушка выходит из строя Вы ее просто-напросто меняете Объективы у вас остаются Модульность это удобно Это очень удобно И это долговечно Кстати, цена является тоже одним из ключевых факторов Этой модели С китовым объективом 15-45 LSM-50 Выходит около 1000 долларов в Украине А другие решения, которые я дальше себе подбирал Уже были за полторы тысячи И дороже Поэтому в таком ценовом диапазоне Фотоаппарат на 3-4 года вперед Вполне себе выгодное приобретение Теперь пятая причина Почему я остановился на LSM-50 И здесь нужно понимать некоторые факторы Я много снимаю видео Мне приходится часто путешествовать И очень часто я езжу в пресс-туры и на выставке Без видеооператора Потому что бюджеты ограничены Бывает, надо полететь куда-то там в Китай Там 14 часов перелет Банально не каждый может в такое время Высидеть в самолете Мне нужно полагаться на самого себя И мне нужно какое-то практичное решение Практичное и легкое решение То есть сразу же шла речь, конечно же, о беззеркальной камере Но в чем проблема Мне обязательно нужно у камеры иметь выход под микрофон Здесь такой имеется в этой модели под микрофон И когда я выбираю себе легкую модель какого-то фотоаппарата При этом, чтобы он был еще и компактный и беззеркальный То вот эта вот функция Функция возможности подключения внешнего микрофона Очень сильно ограничивает тебя в выборе Потому что есть прекрасные модели других фотоаппаратов Но все они сделаны таким образом Потому что они идут без вот этого разъема по 3.5 под микрофон И ты тут сидишь и колеблешься Вроде бы снимает видео классно Но невозможно подключить звук А если ты хочешь от какого-то производителя иметь такую функцию То тебе придется доплатить баксов 500 Чтобы купить следующую модель фотоаппарата В котором есть выход под микрофон Просто делают специально вот такое разделение на уровне пользователя Начального уровня, среднего уровня и дальше Здесь получилась золотая середина Что меня удивило в Canon EOS M50 Он белый и он полностью сделан из пластика Ну то есть кроме вот этих вот регулирующих элементов управления Да, они металлические И может показаться, что пластик это не так как бы круто Не так приятно на ощупь Но здесь есть одно весомое преимущество пластика Он очень легкий Этот фотоаппарат реально очень легкий Поэтому я его просто кидаю с собой в рюкзак Вот с таким вот Вот с такой вот треногой И все, я могу снимать сам себя вообще То есть не напрягаясь Он действительно легкий Если я сюда сейчас прикреплю какой-нибудь DSLR фотоаппарат Либо же какую-нибудь беззеркалку, которая сделана из металла То бицепс вырастет прилично Как бы тоже, наверное, плюс Но не так удобно в длительных поездках Поэтому снимать самого себя очень легко При помощи вот такой вот конструкции Незамысловатый, очень легкий Очень круто Многие могут возразить, что, мол, на любой фотоаппарат можно прицепить внешний рекордер Какой-нибудь недорогой Zoom H1, по-моему, так назывался Да, вполне он такой был Он такой скрипучий, что его невозможно было держать в руках Можно вообще с собой Zoom 4 таскать Но здесь весь прикол теряется Во-первых, это отдельное устройство, которое записывает отдельный звук То есть при монтаже получается геморрой Нужно синхронизировать аудиодорожки Во-вторых, тут о мобильности нет никакой речи Это нужны дополнительные аккумуляторы Дополнительное место в рюкзаке Вот эту конструкцию носить не так уж удобно Поэтому очень важно было иметь легкое решение С возможностью записи звука Прямо на карту памяти При помощи нормальных микрофонов Сюда можно подключить как радиобазу Что мы делаем с Sennheiser радиобаза Либо же можно докупить себе какую-нибудь пушку Огромную, поставить И тоже иметь определенный профит Хотя я пока так еще не делаю Вторая причина выбора именно модели Canon Заключается в его автофокусе Дуал пиксель, функция его, его технология Просто показывает какие-то невероятные результаты С точки зрения автофокуса Как я уже говорил, снимаю я себя сам И здесь очень важно, скажем так, не провтыкать фокуса Такое происходило очень часто Используя мной различные другие решения других компаний Тоже хорошие беззеркальные фотоаппараты Но автофокус всегда подводил И приходится постоянно проверять там Лицо вообще в кадре, не в кадре Размылено, не размылено Постоянно вот это тыкать себе на экран Здесь у меня получается поворотный экранчик Вот так, кстати, чего нет у смартфона Когда я снимаю себе на смартфон, то я не вижу, что я снимаю Де-факто, либо же я снимаю себя на селфи-камеру Но там качество вообще ужасное Здесь я просто повернул экранчик, он сенсорный И все, я спокойно себе снимаю Вижу, что происходит И автофокус здесь отрабатывает просто молниеносно Просто пушка Какие-то резкие изменения Он сразу же моментально цепляется за лицо Фиксируется К тому же здесь есть куча других режимов фокусировки Где можно его зафиксировать на конкретном объекте И чувствовать себя вообще комфортно Что меня радует в современных камерах Это то, что уже сейчас в некоторых ситуациях Вам вообще не нужен компьютер для того, чтобы работать с фотографией Объясню, о чем я говорю У фотоаппарата есть NFC У фотоаппарата есть Wi-Fi Он может соединяться с вашим смартфоном Я вообще без проблем установил на свой iPhone приложение Canon И просто по беспроводу скидываю фотографии и видео И сразу со смартфона обрабатываю фотки в Snapseed Либо же в Lightroom И к тому же все это дело поддерживает RAW формат Кстати, о формате RAW Здесь тоже есть некоторые интересные изменения В этой модели используется обновленный формат RAW CR3 То есть его можно включать, его можно отключать Что такое RAW CR3? Это новый формат, который делает фотографию ровно 50% легче То есть на 50% просто меньше она занимается Соответственно, кидать туда-сюда файлы и хранить их стало гораздо удобнее Что касается качества, оно, конечно же, снижается Но оно снижается незначительно Ну и последняя лично моя причина, по которой мне нравится использовать беззеркальные фотокамеры В повседневной съемке видео Это программируемые режимы То, чего я не могу сделать, допустим, нормально на смартфоне Здесь я могу повесить себе на определенные вот такие вот позиции Разные уже настроенные пресеты, да, для каких-то определенных режимов съемки Допустим, я знаю, что я езжу на выставку Там постоянно дерьмовый свет, там постоянно все темно Ничего не видно Я могу заранее настроить себе определенный режим съемки для таких вот ситуаций Подбегаю к стенду Чик включил, все, я готов снимать То есть мне ничего не нужно настраивать Я дальше спокойно снимаю смартфоны, планшеты, видеоблог с выставки Это удобно на смартфоне Пока я этого делать не могу И думаю, что еще не скоро смогу это сделать Как видите, друзья, даже в 2018 году Покупка современной камеры Это довольно выгодное решение для определенных сценариев использования Конечно же, все зависит от ваших нужд, предпочтений И каких-то творческих изысков Но, как вы видите, фотоаппараты, они не умерли Они не собираются умирать И количество людей, которые используют фотики Продолжает как бы не то, чтобы расти, но существовать Когда я был в отпуске, я, кстати, был очень сильно удивлен Какое количество людей до сих пор используют фотоаппараты И да, люди просто находят это удобным для себя Потому что не каждый готов постоянно выкладывать там по 800, по 1000 долларов За современный смартфон Для того, чтобы он и классно снимал видео, и классно снимал фото К тому же за этим нужно действительно постоянно следить Нужно быть гиком, сидеть, каждый год их обновлять Следовать трендам Здесь ты прикупил себе камерку и все, и успокоился Потому что она будет что через год, что через два Довольно-таки неплохо снимать видео Хорошо снимать фотографии, будет хорошая детализация А смартфон вы себе выбираете на любой вкус и цвет Кстати, ко мне приехала еще вот такая вот малютка начального уровня Canon M100 Но о ней как-нибудь в следующий раз расскажу Когда с ней достаточное время проведу Поснимаю, пофотографирую Снимаю видеоролики Поэтому подписывайтесь на канал Подписывайтесь на телеграм-канал Задавайте свои вопросы в комментариях к этому видео Постараюсь на них ответить Возможно, если будут какие-то интересные вопросы Мы их вынесем еще в отдельный выпуск аудиоподкаста Который уходит каждую неделю в телеграм Всем пока